Ежегодно в конце осени ядерные центры организуют соревнования для любителей мини-футбола. В этот раз открытый кубок «Рафиацвнеф» собрал 13 команд. В одном из первых матчей встретились давние соперники «Торпеда» и «Арсенал». В первом тайме «Торпедовцы» отправили в ворот «Арсенала» сразу три мяча. В начале второго отрезка игры «Арсеналовцы» смогли забить всего один гол, но спустя пару минут получили ответный. Итоговый счет матча 4-1. Была сложная игра. Соперник очень хороший был, сильный. Ребята все подготовленные, техничные, быстрые. Не получилось как-то выровнять игру, наверное. Все-таки они оказались немножко сильнее. Спортсмены футбольной команды «Торпеда» настроены на победу в этом турнире. Они признают, что соперники у них сильные, но готовы бороться за главный приз соревнований до конца. С каждой игрой будем прибавлять и прибавлять. Это сейчас вливаемся. Турнир только начался, первая игра. А в других играх, думаю, будем по ходу прибавлять. Открытый кубок «Рафиацвнеев» по мини-футболу в нашем городе проводится более 10 лет. В этом году 13 команд участников разделили на три подгруппы – А, Б и В. В них спортсменам предстоит сыграть друг с другом по круговой системе. Из группы А выходят три команды сразу в финальную часть, из группы Б и В по две команды, и третьи команды играют стыковой матч за выход в 1-4 финала. Таким образом, в стадии 1-4 финала будет 8 команд, ну и дальше на вылет полуфинал, финал, игра за третье место. Игры по мини-футболу в спортивном комплексе Российского федерального ядерного центра проводятся каждый день с понедельника по пятницу в 21.00. Посмотреть итоги матчей можно в группе ВКонтакте «Мини-футбол» в «Рафиацвнеев». Финальный матч открытого кубка пройдет 13 декабря. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.